В эти минуты в столице Таджикистана стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участие в заседании Совета глав государств объединения принимает наш президент. Саммиты юбилейные будут подведены итоги деятельности организации за 20 лет. Состояние и перспективы многостороннего взаимодействия. Всего к рассмотрению на заседании подготовлено более 40 документов. Главы государства обсудят дальнейшие шаги по преодолению последствий пандемии коронавируса и другие вопросы регионального и международного сотрудничества. А накануне президент представил позицию Беларуси по злободневным темам на саммите военно-политического блока в Душанбе. Нынешний год не способствовал улучшению мировой обстановки. Актуальным фактором ломки системы международных отношений становится обострение конкуренции Запада с Китаем. Плюс идет эскалация напряженности вокруг Афганистана. Нестабильность и гуманитарный кризис там будут сопровождаться целым спектром негативных последствий, в том числе для ОДКБ. Уже характером международной гибридной угрозы пытаются придать инцидентам с беженцами и мигрантами. Одновременно миграционный кризис в том числе стал поводом для наращивания военного потенциала НАТО на западных границах ОДКБ. Все это создает у наших рубежей условия для военных провокаций и инцидентов. Это не способствует укреплению безопасности. Только за последние недели на границе с Польшей, Литвой, Латвией практически ежесуточно происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, например, Ирака, Сирии, жестко, жестоко с применением оружия выталкивают на белорусскую территорию. Я уже не говорю о том, как они разбираются внутри своих стран со своим собственным населением, которое выходит и законно выражает свое мнение, например, по поводу ковид-ограничений. Двойные стандарты Запада проявляются в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы с забором на западной границе ОДКБ. Уже идет речь о выделении на эти цели сотен миллионов долларов. Это пустая, никому не нужная затея. Но если смотреть глубже на эту ситуацию, можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в полном смысле слова колючей проволоки. Фактически вместо диалога по решению насущных международных проблем возвращаются примитивные подходы времен холодной войны. Миграционная проблема требует более пристального внимания участников объединения. Здесь важна взаимная поддержка союзников. В итоговой декларации, которая принята лидерами по результатам встречи, подчеркивается решимость последовательно работать над укреплением международной и региональной безопасности. Будут развивать взаимодействие в военной сфере. Самое главное, наверное, что достигнуто, и есть понимание у глав государств и руководителей тех структур, которые сегодня присутствовали, что только вместе, выработав и определив единую точку зрения и реагирование на те вызовы и угрозы, которые исходят сегодня в мире, к сожалению, мы можем обеспечить безопасность наших стран. А мы будем анализировать, смотреть и готовиться к 2023 году, когда Беларусь возглавит председательство в этой организации. Площадка саммита стала хорошим местом для двусторонних контактов. Белорусский лидер провел серию переговоров с коллегами. Александр Лукашенко встретился здесь с премьер-министром Пакистана. Беларусь крайне заинтересована развивать сотрудничество с этой страной. Закрытых тем нет. Тему бесперспективности санкционного давления затронули на встрече белорусского лидера с президентом Ирана. Ограничительные меры никогда не приносят эффекта и пользы для тех, кто берет их на вооружение. Что касается двусторонней повестки, договорились актуализировать дорожную карту сотрудничества и двигаться по пути не просто торговых контактов, а выходить на стратегическое партнерство.